Эта будка туда рухнула. Забор задержал. Всё, забор завалился. Александр Хабаров каждую весну с волнением ждёт наводнения. Большая вода и ледоход с каждым годом всё сильнее разрушает берег Печоры, на котором расположен дом пенсионера. Проблема в том, что рушится береговая линия. Она заехала уже ко мне на участок, переходит уже, как сейчас говорят, красную линию. Вот здесь был забор, всё, всё упало уже. Здесь был сарай, тоже всё упало. Вот угол дома, тоже всё рушится. А это соседний с Александром Виссарионовичем участок. Половина забора упала. Берег настолько разрушен, что до основания дома местами остаётся не более метра. Всего по улице Бандарной в зоне разрушения береговой линии находятся шесть домов. Просто нужен проект. Нужно инженерное сооружение с паспортом, которое будет обслуживать, чинить. У нас сейчас технически. Просто рассыпается песок по берегу, рассыпается. Полный забор у меня, всё завалилось. Вот там дерево засохло, упало, берег расмыло туда. Раз, и всё. За последние семь лет жители улицы Бандарной обращались во все возможные инстанции. Но решение проблемы в практическую плоскость так и не перешло. Все эти документы у меня есть. Входящее, исходящее время. Ну всё официально. С 14-го года. Вот это семь лет. На некоторых участках местные жители самостоятельно укрепляют береговую линию. Местами всё-таки помогли городские власти. Было принято тут постановление, официально всё, протокол составлен на выполнение превентивных мер. Вот только несколько тут закинуто и всё, больше на этом кончилось. Три года ничего. Не знаю, как следующую навигацию пожить. Нет. Организации ответственны за укрепление берега и защиту от подтопления палатковыми водами. Самое интересное, что это не право органов власти. Это их обязанность. В водном кодексе прописано чётко, что если территория подвержена подтоплению палатковыми водами, то она должна быть защищена. С мёртвой точки дело сдвинулось только в этом году. После того, как прокуратура Ненецкого округа обратилась в суд с исковым заявлением. Прокуратурой Ненецкого автономного округа в защиту интересов неопределённого круга лиц в Нарьянмарский городской суд предъявлено административное исковое заявление к Двинско-Печорскому водному бассейновому управлению Федерального агентства водных ресурсов об обязании принять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий на реке Печора в районе улицы Бандарная, город Нарьянмар. Укреплением береговой линии должно заниматься Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Когда это произойдёт, пока неизвестно. На сегодняшний день проблема остаётся нерешённой. Пока есть только постановление суда, которое не вступило в силу. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал Север.